Всем привет! Сегодня мы поговорим про притяжательное местоимение, а также выучим название предметов одежды и цвета. Начнем мы с притяжательных местоимений. Как вы видите, у некоторых из притяжателей местоимений одна форма, у некоторых три, то есть для общего рода, среднего рода и множественного числа. Теперь поговорим о том, как называются разные предметы одежды по-шведски. И из-под меры. Носки. Блюз. Блузка. Линны. Майка. Т-shirt. Футболка. Шерты. Шорты. Лифчик. Тросы. Трусы. Теперь давайте составим несколько фраз с притяжательными местоимениями и предметами одежды. Сейчас расскажу еще один важный момент. Во фразах типа «Его новая шапка» Hans Niemersen, прилагательное «Mia» будет стоять в определенной форме. Определенная форма равняется множественному числу у всех прилагательных, кроме одного. Прилагательное «Ni» таким образом имеет три формы. «Ni» — для слов общего рода, то есть слово с артиклем «en», «nit» — для слов среднего рода, то есть с артиклем «et», «nia» — это и множественное число, и определенная форма. Теперь давайте с вами выучим цвета. У некоторых из них по три формы, как и у всех остальных прилагательных, а некоторые из них имеют только одну форму. «Рёд» — «рёд» — «рёда» — красный. «Свард» — «свард» — «сварта» — черный. «Вит» — «вит» — «вита» — белый. «Грён» — «грёна» — зелёный. «Бло» — «блот» — «блоа» — синий или голубой. «Геро» — «грот» — «гроа» — серый. «Брюн» — «брюнт» — «брюна» — коричневый. «Уранг» — оранжевый. «Лила» — фиолетовый или лиловый. «Роса» — розовый. «Бейх» — бежевый. «Теперь давайте придумаем несколько предложений с цветами и предметами одежды». «Я хочу покупать благо блузけ». «Но есть блоги провинил». «Но есть блulle». «Ми цветы сватую» — «на лиловое». И это все на сегодня. Увидимся в следующем уроке. До свидания.